Давайте рассмотрим процесс образования вторичной мочи. Рассмотрим реабсорбцию и секрецию. Для начала здесь два изображения, иллюстрирующих один процесс. Но для начала мы рассмотрим вот это левое изображение. И стоит обратить внимание на вот эту шкалу. Шкалу, иллюстрирующую увеличение давления. И мы видим, что давление, вот у нас корковый слой, верхний мозговой слой и нижний мозговой слой. Давление от вершины к основанию возрастает почти в 4 раза. Ну и собственно, как происходит у нас реабсорбция. Вот у нас булменовая капсула, капсула булмена-шумлянского. Внутри у нас мальпигиев клубочек. Здесь происходит фильтрация. Фильтрат попадает в проксимальный участок из литого канальца. Здесь удаляется до 65% воды. Затем фильтрат движется дальше. Давление возрастает. В нижней части петли удаляется еще 15% воды. Давление возрастает. Мы по нисходящей петле гентли движемся. Затем переходим в восходящий тонкий участок, восходящий толстый. Отсюда у нас реабсорбируются соли. Движемся снова вверх. Пришли в дистальный участок из литого канальца. Отсюда у нас также еще реабсорбируется вода. И снова мы спускаемся вниз. Уже теперь по сборному нашему трубопроводу общему для разных непронов. Движемся вниз. Давление снова возрастает. Еще больше воды вытягивается. Еще больше, еще больше. В нижнем участке давление уже 1200. До сюда доходит только 1% урины. Представляете, как часто мы бегали бы справлять нужду, если бы весь процент первичной мочи у нас удалялся из организма. Но из организма удаляется только 1%. На 99% первичная моча обезвоживается в процессе становления своего вторичной мочой. А здесь мы видим другое изображение. Ну, собственно, что здесь добавлено? Здесь у нас есть еще и секреция обозначена. Цифра 1 с красной стрелкой обозначена фильтрация. Фильтрация у нас происходит в капсуле Боумина-Шумлянского. Затем фильтрат попадает в извитой каналец. И из извитого канальца у нас происходит реабсорбция того, что там организму нужно, включая воду. И происходит секреция того, что организму не нужно. Всевозможные ионы, калия, натрия, аммония могут удаляться из организма. И на этом этапе происходит секреция. Субтитры создавал DimaTorzok